ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом году казахстанцы взяли в кредит более 5 триллионов тенге. При этом средний чек кредита составлял 150 тысяч тенге. Интересно, что почти половина таких потребительских займов, как выявили эксперты, пошла на покупку одежды. Это Профинансы.Веб самый полезный вебинар о финансах. Привет всем нашим слушателям. Наша сегодняшняя тема как никогда актуальна. Ведь говорить мы будем о потребительском кредитовании. Разобраться во всех тонкостях этого инструмента и научиться управлять своими покупками. Нам сегодня поможет эксперт-бизнес-тренер Малик Мусабеков. Здравствуйте, Малик. Добрый день, Мария. Малик Мусабеков. Экономист, бизнес-тренер. Скажите, Малик, у вас есть сейчас кредит? Нет, у меня в данный момент нет кредитов. А у вас, Мария? А у меня есть. Я как большинство казахстанцев. Скажите, а кредит – это хорошо или плохо? Кредит – это больше всего удобно. Чаще всего на что мы берем кредит? Как правило, это техника. К сожалению, не каждому казахстанцу по карману брать такую дорогую покупку. Поэтому мы обращаемся за потребительским кредитом. Как правило, его называют – это потребительский займ. Согласна. Тут главное свои силы рассчитать, но к этому мы еще вернемся. Самая кредита – активная нация, американцы. Они берут займы на все – на жилье, учебу, машины и даже на увлечение и хобби. У среднестатистического американца бумажники как минимум 5 кредитных карт. При этом люди как будто не чувствуют тяжести кредитного времени, относясь к выплатам по кредитам, как мы, к примеру, платим за коммуналку. Также аренда недвижимости в США довольно дорогая. Поэтому зачастую купить жилье в кредит дешевле, чем его снимать. До кризиса там процветала следующая схема. Заемщик покупал в кредит дом. Через пару лет жилье можно было переоценить с учетом роста цен на недвижимость и получить под его залог еще денег. Иными словами, перезаложить объект. Таким образом, у многих ипотечных заемщиков сумма задолженности перед банком со временем не уменьшалась, а росла. Собственно, в том числе и с этого начался ипотечный кризис в США. Помнить нельзя забыть. Читаем договор потребительского займа. Кто поможет отстоять наши финансовые права? Скоро узнаем. Кредитование физических лиц – это самая востребованная услуга в финансовых учреждениях стран, занимающих лидирующие позиции в экономике мира. Только для потребительских нужд европейцев каждый год выдается кредитов на сумму свыше 160 миллиардов евро. Это про финансы веб, и мы продолжаем. Малик, а что вы как бизнес-тренер сможете сказать нам об управлении покупками и займами под них? Вообще, есть ли какой-то действенный алгоритм, такой универсальный, который будет работать для каждого потребителя? Если честно, Мария, я откровенно против потребительских кредитов. Когда человек занимается личным финансовым планированием, у него появляется накопление, которое позволяет удовлетворять его потребительские потребности. Это все зависит, конечно же, от ситуации. Иногда бывает нужно взять потребительский кредит. Как все-таки позволить себе в этом месяце чуть больше и в следующем не остаться без средств к существованию? Повторюсь, важно определиться, насколько тебе нужна эта вещь. Я ни в коем случае не отговариваю вас брать кредит. Иногда бывают моменты, конечно, необходимо взять потребительский кредит. Но здесь я настоятельно рекомендую, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал 30% от вашего ежемесячного дохода. Ну вот скажем, мобильный телефон, не совсем новая модель. Вот в один прекрасный день я понимаю, что модель устарела, хочу купить новую, чтобы камера там была, всякие приложения модные. Ну и, конечно же, бренд, чтобы немаловажную роль свою сыграл. Конечно, Мария, да. Особенно, если эта вещь нужна вам в быту, и она приносит вам пользу, да. Но здесь надо подходить немножко рационально, не эмоционально, то есть смотреть, какие условия в магазинах. Очень часто магазины бытовой техники сотрудничают с банками. Когда вы приобретаете кредит в данном магазине, часть расходов, связанные с оформлением кредита и так далее, на себя берет данный магазин. Здесь очень важно быть внимательным, особенно, когда подписываешь договора. Вот у нас как раз есть видеозарисовка на эту тему. Герой нашего сюжета попал в непростую, хотя и банальную ситуацию. Давайте просмотрим и прокомментируем. Валерий давно собирался взять кредит. Причем для себя он определился, что возьмет максимум, который одобрит банк без залога, и уже в зависимости от полученной суммы будет либо делать в квартире ремонт, либо пристройку на дачном участке. Тут очень кстати он заметил рекламу одного из коммерческих банков, которая гласила, «Успей получить до миллиона тенге сроком до трех лет, оформи кредит за 15 минут». Предложение показалось нашему герою, что называется, знаком свыше, и он решил незамедлительно поехать в отделение этого банка. Кредит Валерию оформили, убедившись в его благонадежности и платежеспособности. В договоре займа было что-то о дополнительных условиях со ссылкой на некий ранее опубликованный договор, которому он, Валерий, подписывает текущий документ, присоединяется автоматически. Но герой нашего сюжета счел эту информацию не столь важной и не стал заморачиваться, поставив свою подпись. Вот такая вот история, Малик. Что скажете? Вообще, что такое договор присоединения? Договор присоединения – это разновидность одного из кредитных договоров. И когда вы подписываете данный договор, обязательно попросите текст основного договора. Почему? Иногда там прописывают такие условия, которые не особо выгодны нам, как потребителям. Я рекомендую настоятельно смотреть на так называемые скрытые расходы. Это те расходы, связанные, точнее, те комиссии, которые мы платим при оформлении кредита, дополнительный тариф и та же самая, возможно, страховка. Кстати, если вы считаете, что ваши потребительские права нарушены, вы можете обратиться в Национальный банк. Там действует специальное управление по защите прав потребителей, финансовых услуг и внешних коммуникаций. В ее функции, помимо прочего, входит предоставление правовой помощи гражданам. Всю необходимую информацию вы можете узнать на сайте Национального банка, на страничке регуляторов в соцсетях и в мобильном приложении НБК онлайн. Рассрочка и кредит. В чем разница? Какие цифры самые важные в договоре потребительского займа? Узнаем прямо сейчас. Согласно многим исследованиям, мужчины, как правило, выбирают кредитора в зависимости от его известности, а женщины больше обращают внимание на скорость, простоту обслуживания, а также на уровень процентной ставки. А мы продолжаем узнавать полезную информацию от Профинансы Веб. Очень много вопросов уже поступило и продолжает поступать касательно управления своими покупками. Пользователь Алмуша спрашивает, рассрочка так же серьезна, как потребительский кредит? Конечно, да, она очень серьезна. А можно в разных банках оформить несколько таких рассрочек? Да, можно. Здесь единственное, конечно, должно быть два ключевых момента. Это ваша кредитная история, которая должна быть положительная, поэтому, как я уже говорил, очень важно погашать кредит без рассрочек, вовремя и так далее. И второй момент, если ваши доходы позволяют погашать несколько кредитов, в принципе, банки идут навстречу. Понятно. Получается, как ни крути, а в омут с головой бросаться не нужно. Главное правильно все рассчитать. Все наши рассрочки тоже хранятся в кредитной истории и в последующем могут влиять, одобрят ли нам при необходимости крупный кредит. У нас еще есть такой вопрос от пользователя до Мирка. Когда крупные магазины объявляют ночь скидок или какие-то другие акции, в этом есть какой-то подвох? Или как раз это наилучший период для приобретения? Я, наверное, отвечу так. Подвох вряд ли здесь есть. Просто надо рассматривать магазины как предпринимателя. Скажите, какой предприниматель будет работать себе в убыток? Мы знаем, когда определенная дата ночь скидок. За несколько дней пойдите в магазин, посмотрите ценник, сколько оно на данный момент стоит. Потом приходите в магазин в день и ночь скидок и смотрите, реально ли была скидка или хорошая скидка. Нередко банковские работники сталкиваются с самыми необычными запросами о потребительских займах. Например, в России в один из коммерческих банков обратился продавец сувениров. Он хотел получить кредит на расширение своего бизнеса, а главным товаром находчивого предпринимателя был целебный морской воздух, который фасовался в обыкновенные стеклянные банки. Клиент объяснил, что готовит подарочные наборы, состоящие из четырех вариантов воздуха – Сочи, Туапсе, Геленджика и Анапы. Конечно, кредит за воздух предприимчивому россиянину не дали. Европейцы тоже отличились. Один из крупных банков стал предлагать клиентам наряду с традиционными займами кредиты на фитнес, медицинское обслуживание и покупку повседневной одежды и обуви. Причем суммы предлагаются немалые. На наши деньги в среднем 15 миллионов тенге, а срок выплаты достигает трех лет. А мы продолжаем отвечать на вопросы от онлайн-слушателей нашего вебинара. Айнура1810 спрашивает, на что все-таки стоит обращать внимание, когда оформляешь потребительский кредит? Какие цифры в договоре самые важные? На самом деле все цифры важны, потому что это ваши деньги, которые надо будет возвращать. Помимо основного долга, конечно, надо обращать внимание на дополнительные тарифы и комиссии, которые возникают. Так вот оно что. Давайте для наглядности разберем такой кейс. Вот, скажем, нужен нам потребительский кредит на оснащение новой квартиры с самой современной бытовой техникой. Допустим, ежемесячный доход у нас 250 тысяч тенге. А взять хотим 3 миллиона. Это очень хороший вопрос, потому что считать надо всегда. Если мы разберем вот этот кейс, очень важно в первую очередь определиться, как вы будете погашать кредит. То есть вы планируете его досрочно погасить, либо ежемесячно выплачивать сумму займа. Если мы разберем наш кейс, в варианте А, когда мы берем на 5 лет, ежемесячный платеж, точнее переплата составит около 2 миллионов тенге. Во втором случае переплата составит более 3 миллионов тенге. Ну и в третьем случае мы, конечно, ничего не переплачиваем, но важный момент. Здесь ежемесячный платеж будет 167 тысяч, а в предыдущих двух случаях порядка 8-76 тысяч тенге. Вы должны располагать своими финансами. Очень важно делать расчеты. Здесь очень хорошо нам помогает кредитный калькулятор. То есть на любом сайте банка есть кредитный калькулятор, где вы можете, так сказать, поиграть с цифрами и определить для себя гибкий график. Спасибо вам большое, Малик, за ваши ответы. А теперь, чтобы еще лучше понять суть нашей сегодняшней темы, предлагаю окунуться в историю, туда, где это все зарождалось. Необходимость взять деньги в долг возникла практически вместе с появлением самих денег. Уже в 8 веке до нашей эры в Древнем Египте, Вавилоне и Осирии умели зарабатывать на процентах от займа. Тогда существовали специальные глиняные таблички, которые выполняли роль векселей. Под залог в те времена могли принимать и людей, и скот, и иные имеющие ценность объекты и вещи. В Древнем Риме вообще под залог можно было оставлять себя. Если долг не выплачивался, заемщика заключали в темницу с возможностью выкупа в течение месяца. В случае, когда выкуп внести было некому, должника продавали в рабство. Самыми злостными неплательщиками в истории были короли Средневековья. Они довольно часто одалживали у ростовщиков деньги далеко не на самые необходимые вещи, а дождаться от них возврата, а тем более потребовать вернуть долг с процентами, было практически невозможно. В XII веке папа римский Александр III предал анафеме всех банкиров, считая, что давать деньги в долг и брать их – большой грех. Кстати, указ так и не был отменен. У многих народов мира, в том числе у древних персов, брать деньги в долг считалось большим позором. Другие, именно благодаря кредитам, обретали в итоге успех и процветание. Для тех, кто только что к нам присоединился, это про финансы веб. Сегодня мы разбираемся в теме «Управляем покупками. Потребительское кредитование». С нами в студии эксперт-бизнес-тренер Малик Мусабеков. Малик, ну скажите, мы сегодня с вами вдоль и поперек просто изучили тему потребительских кредитов, а вернее банковских займов на потребительские нужды. Но наши онлайн-слушатели задают также очень много вопросов по поводу микрофинансовых и других организаций и кредитования в них. Да, конечно, есть и другие внебанковские организации. Одни из них – это микрокредитные организации. Туда можно ходить смело, но есть нерегулированные микрокредитные организации. Это так называемые онлайн-кредиты. И самое интересное, мы все прекрасно знаем, что там очень высокие проценты, и все равно обращаемся к ним. Спасибо вам большое, Малик, что были с нами сегодня и отвечали на вопросы наших онлайн-слушателей, наших слушателей, которые здесь присутствуют. Спасибо огромное. Итак, сегодня на вебинаре про финансы мы узнали максимум о потребительском кредитовании. Управлять своими покупками можно и нужно, но для этого важно не только уметь распределять свои доходы и расходы, но и быть финансово грамотными. Знать, как выбрать банк и оформлять потребительский заем, только если приобретение той или иной вещи действительно не требует отлагательств. И самое главное, беря кредит, читайте то, что подписываете. Мы на этом не прощаемся. Проект Профинансы Веб продолжит отвечать на ваши вопросы о личных финансах, выгодных инструментах и опасных для кошелька рисках. До новых встреч на просторах Профинансы Веб. Будьте финансово грамотными, и тогда успех не заставит себя долго ждать. Профинансы Веб. Профинансы Веб.